И приснимать, самое главное, это общение игроков. Это примерно час будет идти. Рассчитывая, что будет примерно в районе часа. Сцена же будет. Да, в районе часа. Сейчас он закончится идти, но это самое основное, что нужно снять. Сцена же будет. 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 включать, грубо говоря, бота. И этот бот будет расходовать данную энергию. Значит, принцип работы энергии. Она расходуется по разному, с разной скоростью, в зависимости от количества фич, которые включены в боте. Она восстанавливается автоматически в течение 24 часов. И расчетное время энергии, соответственно, которое хватит на работу бота, примерно 3 часа в сутки. Соответственно, возможно, будут введены какие-то бутылочки в восстанавливающую энергию, естественно, поэтому я его и назвал новым платным параметром. Следующий. Собственно, а теперь об автоботе, который и будет введен и будет расходовать данную энергию. Теперь вы можете ставить на персонажа не только ночные раскопки, но и даже бегать днем на вполне официальном боте. Первый этап первой версии этого бота будет включать следующие функции. Соответственно, за вас он сможет бить указанный тип монстров. Он сможет автоматически собирать предметы, все, что из них выпадает. Автоматически вам восстанавливать очки здоровья, очки маны в случае наличия бутылок. То есть вы указываете кислоты, он использует, естественно. И, соответственно, использовать умения. То есть некая система макросов, чтобы можно было задать, каким образом драть того или иного бота. Внизу плохо видно табличку. Я ее тогда, наверное, зачитаю. Собственно, в зависимости от того, какие фичи включены, на разное количество времени хватит вам энергии. Восстановление очков здоровья и очков маны – это бесплатные фичи, которые вы можете вечно юзать, но, к сожалению, вы не можете играть, когда включен бот. Соответственно, автовыбор целей – это тратится 3 энергии за единицу времени, автопомбор лута 1 и использование макросов 1. То есть, соответственно, если вы просто бьете мобу, вам хватит энергии примерно на 5 часов автоматического бота с восстановлением, соответственно, очков здоровья и маны. Если подбираете лут еще, то 4, и если еще используете макросы, то 3. То есть, как и говорил выше, то, что система рассчитана примерно на что-то в сутки, 3 часа, хватает энергии на то, чтобы бот автоматически фармил за вас. Следующее. Следующее, то, что у нас появляется новая фича – это новые бонусы для оружия и брони. Которые будут доступны для всех… Какой следующий слайд? Которые будут доступны для всех игроков и для всех предметов. На следующем слайде я расскажу подробнее, какие бонусы будут введены. Здесь вы видите таблицу, на которой указано, какое количество бонусов будет доступно на том или ином предмете. Количество бонусов будет зависеть от уровня заточки предмета. Соответственно, первый бонус появляется на уровне седьмом заточки, это один бонус, и на тринадцатом уровне может, в зависимости от вещи, быть от одного до трех бонусов. Бонус, тип бонуса выбирает игрок самым последствием. Данные бонусы будут вешаться обычным NPC. И, соответственно, для того, чтобы вешать эти бонусы, понадобится новый предмет, который будет называться древний камень. Следующий. Здесь вы видите таблицу бонусов, как раз, которые максимально доступны для разного типа предметов. Предметы разделяются на оружие и на броню и щиты. Суммарно, для оружия доступно 57 различных варианций бонусов. Максимальные значения, ну, видно вроде на экране, то есть проговаривать не надо. Видно, не надо, да? Хорошо. Соответственно, броня и щиты всего 50 различных вариантов бонусов. И, соответственно, бонусы, типы бонусов различаются, так же, как это размер, который возможно поесть на каждую из вещей. Следующий. Так же нас ждет новый данж, новое подземелье в облаках, которое называется парящий остров. Это instant dungeon, то есть, соответственно, копия данжена создается автоматически для каждого входящего в него группы. Люди не встречаются между собой. Особенность этого данжа состоит в следующем. данный данж можно пройти за день всего лишь один раз. Его проходят одновременно две группы, которые формируются автоматически. Для каждого группы разделены по уровням, то есть, соответственно, игрок попадает в ту группу, какого уровня у него персонаж. И далее две группы проходят данный данж на скорость. Всего доступно три локации, соответственно, зачистив первую локацию, открывается доступ на вторую, зачистив вторую, открывается доступ в третью, и в конце вас ждет босс. Соответственно, идет зачистка локации на скорость, и группа, которая победила этого босса, потому что босс один на двоих, то есть, кто первый его убил, хотя хп для каждой группы свои у босса, тот получает, грубо говоря, главный приз всей этой локации. Я повторюсь, проходить локацию можно один раз в день. Сливать не знаю, думаю, нет, потому что вы идете каждый по своим локациям, вы встречаетесь только в локации. Не знаю, не знаю, данной информации в данный момент нет. Следующий. Это вот было как раз описание того, то есть, что вас ждет лето. То есть, повторюсь, это повышение уровня, это новая локация, это новый Instant Dunge, это новая система бонусов на предметы, это система мегабота, назовем ее как. Так, теперь то, что планируется на осень. Осень – это третья часть обновления. Сразу скажу, что осеннее обновление, оно далеко, и сейчас очень мало информации касаемо данного обновления. Данное обновление находится в разработке, то есть, на уровне дизайна. и то, что сейчас скажу я вам, это может быть изменено в режиме, ну, в рамках разработки. По той простой причине, что финальных документов еще нет. Итак, первое, что нас ждет – это крылья. Вы можете видеть первые скриншоты примерно, как это будет выглядеть. то есть, не только у феи они появятся, крылья будут создаваться с помощью специальных вещей, с помощью некого по рейтингу, о чем расскажу чуть позже. Ну, в общем, тем не менее, появятся крылатые персонажи. То есть, скажем, вот так. Это декоративный айтем, то есть, параметры, которые он будет иметь, пока информации нет. То есть, насколько сильные или какие бонусы он будет давать, пока данной информации нет. Я повторюсь, это обновление еще на уровне дизайна, то есть, оно не реализовано. Следующий слайд. Будут изменения в системе боссов. Боссы, наконец, перестанут тупо бить, как всегда, и всех. Им будут добавлены уникальные умения, включая там уникальные анимации. Умения типа стуна, отбрасывать игрока и прочее, прочее, прочее. То есть, боссы обзаведутся скилами, что позволит, как бы, более интересно и более сложно их убивать. Следующий. Да, хочу добавить то, что боссы будут добавляться время от времени, то есть, они будут вводиться кусками, возможно, часть какая-то уже будет введена летом, потом будут добавлены новые умения, новым боссом осенью, потом, может быть, там еще часть какая-то зимой, то есть, это будет вводиться вот такими вот степ-бай-степ, скажем так. Итак, еще одна из фич, которые планируются к введению, от нее, ну, скажем так, очень мало в данный момент описаний, это разбор предметов. То есть, кроме того, как продавать их неписью или выкидывать там в комиссионку, появятся новые фичи, как разобрать предмет и при разборе вы сможете получить один из трех типов вещей. Это, соответственно, древний камень, который будет необходим, как раз о чем я говорил выше, для того, чтобы вешать бонусы дополнительные на оружие и броню. Это могут быть предметы для титулов, в следующем слайде я о нем расскажу, то есть, будет введена новая, планируется новая система титулов. И это предметы, необходимые для изготовления, приобретения крылья. Еще раз повторюсь, данная система находится на уровне дизайна, то есть, точек информации о том, как конкретно это будет работать, в данный момент нет. То есть, эта информация появится, скорее всего, в концу лета. Следующий слайд. Вот, собственно, система титулов, о которой я уже упоминал. В данный момент она находится в разработке по дизайну. Основная ее идея, то, что если сейчас арена, ну, просто арена, то некая специализированная арена, где проходят бои между групп, между какими-то там сборами, то есть, я не знаю, один-один будет учитываться или только групповые турниры, вы будете набирать некий хонор, некие бонусы, некие очки. И, собственно, за эти очки, за этот хонор, за эти бонусы в какой-то комбинации, возможно, будут получать титулы. Титулы, соответственно, кроме отображения над именем персонажа, будут добавлять какие-то дополнительные бонусы к этому персонажу. То есть, фактически, это дополнительная такая вот фича к арене, что ли, для ПВП. Также предполагается каким-то образом связать эту фичу именно с крыльями, что там самые широкие, самые жирные, самые толстые, самые черные крылья будет получать на месяц именно тот игрок, который набрал больше всего этого хонора или каких-то очков в этой рейтинговой системе ПОЁЛ. Следующий. Так, и это самое вкусное, на мой взгляд, что будет входить в это обновление, это обновленный наш мегабот, о котором я уже рассказывал. В этом обновлении он становится не просто ботом классическим, а он теперь с интеллектом. Туда добавляется огромное количество фич. Во-первых, теперь будут ботогруппы. То есть бот-то можно настроить на работу с группами, причем все группы друг на друга. Бот будет бафать ваших одногруппников, бот будет их лечить, бот будет за ними следить, помогать им убивать, таргетиться на ту же цель, на которую идет ваша группа и прочее, прочее, прочее. То есть это фактически нужно прям водить отдельную полянку для бота, где просто вот группы такие тусуются по-моему. Значит, введена возможность использовать бафы, причем бафы бот контролирует автоматически. Как только баф с вас падает, он автоматически вам вешает новый. Также он поддерживает, как я и говорил, бафы для вашей группы. Он мониторит бафы всех ваших одногруппников и в в случае необходимо вешает дополнительную. Мало того, бот сможет в случае смерти, в случае если его убили и так далее, возвращаться на прежнее место, где вы его оставили и продолжать мочить мобов качаться. Кроме этого, в случае, если на персонажу будет сделана пвп атака, вы сможете выбрать действие бота. Ему просто попытаться смотаться в город, телепортнуться или начать отвечать, то бишь включить макрос, который будет запрограммирован, как отвечать в случае атаки на этого бота. Вы сможете выбрать действие при смерти. То есть если бот умер, по неважно какой причине, он может выйти из игры. Он может подождать 5 минут в городе и вернуться на локацию. Он может там еще кто-то, сета, пятое, десятое. То есть, соответственно, просто. Бот будет позволять включить систему автоприемов групп. То есть бот бежит, качается, кто-нибудь в группу кидает, он хоп, а в талантом принимает, начинает его бафать, бить рядом. То есть такой наследственной машины. Соответственно, агриться он сможет уже на несколько типов монстров, которые будут заранее заданы вами, и бить только этих монстров и исключать тех, которые вы поставите в исключение. Грубо говоря, обходить босса с короной. Вот это вот все счастье, оно будет, как я понял, платно. Платно оно будет на 3, 24 часа или на 7 дней. То есть включил бота на 7 дней, пришел еще, как уже там, максимальный уровень. А, еще забыл сказать, бот становится умным, и он будет не подбирать всякую гадость, которая вам не нужна. Вы можете задать тип предметов, которые подбирать. Он может не подбирать хлам для крафта, он может не подбирать обычные предметы, а подбирать только редкие и прочее. То есть все это настраивается в этой системе. Соответственно, активировав его на 3, 24, на 7 дней, вот, ну, то есть запустил на пару недель, приехал из отпуска, я не знаю откуда, все, максимальный левел получил. То есть вот такая вот бота-система планируется, апгрейд бота-системы планируется осенью всего года. Собственно, вот это вот список обновлений, которые известны на данный момент, которые планируются в этом году. А сейчас мы попытаемся организовать онлайн-конференцию со разработчиками игры, которые сейчас находятся в Корее, вывести даже их улыбающие лица на этот экран. И у вас будет возможность задать любые вопросы, которые, на которые смогут ответить разработчики. Так, значит, нам нужно будет микрофон в зал один. Оп, знакомый звонок скайпера. Хлот? Хлот. Наш? Хлот. Хлот. Наш. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и, соответственно, магия. Поэтому магией обладают женские персонажи. А будет ли замена? В данный момент это не планируется. Пока не планируется. Давайте вопросы в микрофон, а не из зала. Так мы и запутаемся просто. Такой вопрос. Если магия... Чуть позже, пожалуйста. Если магия, если магия, исчезает надолго, исчезает, ну мало всего, все что угодно будет, не единая протачена, как в таком случае сохранить это фидеум и разваливание? Можно сказать, и сместить магистры? Цервами, допустим, там... Да, я понял. Сейчас хорошо мой вопрос за разработчиком. Тем, теми необычныеouки. Сейчас обладаетесь? И nouveaux слова, На армиюдеальную музыку. Ancient League Team Team Йесте oup. Что такое «тим»? 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 Я хочу сказать, что вы, где вы хотите, чтобы вы были в этом месте? Я имею в виду, что вы хотите, чтобы вы были в этом месте? Здравствуйте. 저는 여기에서 여쭤보고 있습니다. 방법을. 아 네. 아 네. 이제 이제. 현재는 지금 길드장이 게임에 없을 때 길드장을 미리 만드는 부분이 없는데 저희가 부족한 부분은 추가로 작업을 처리하고 있습니다. 길드장이 없다고 해도 그 길드 마스터가 길드를 입힐 수 있도록 기능을 사용할 수 있도록 저희가 추가적인 개발을 진행하도록 하겠습니다. 아시겠어요? 아세요? 아 네. 다시 한번 알려주시죠. 근데 그런 방법은 아직도 없으니까 그 방법을 추가적으로 개발한다는 뜻이죠? 네. 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 알겠습니다. Да, действительно, нет пока возможности выбрать или поставить такого руководителя гильдии, и они как раз благодаря за этот вопрос и разработают возможность установления руководителя этой гильдии. И тогда еще удалось сделать не один союз, а хотя бы минимум три гильдии объединить и отдельный чат, пожалуйста, потому что есть вещи, которые отдельный чат для союза в целом и отдельный чат для гильдии, потому что мало ли таких вещей можно обсудить только между своими, это не очень удобно. И еще один вопрос про гномов. Когда доведут до ума крафтеров? Потому что крафт это нецелесообразно на том этапе, на котором сейчас есть. Это очень дорогой самокрафт получается. Самокрафт нецелесообразный. Давайте пусками, потому что мне еще нужно это перевести туда, потом это нужно перевести в корейский, корейский должны ответить. Итак, первый вопрос, как я понимаю, это почему в альянс нельзя объединить три гильдии, правильно? И сделать отдельный чат для альянса. И сделать отдельный чат для альянса. как карта альянс за кл Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Егорова Добавил субтитров А.Егорова Добавил субтитров А.Егорова Добавил субтитров А.Егоров Субтитры создавал DimaTorzok 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 А? В смысле? Как это? В Субтитры создавал DimaTorzok На корейском вроде как это есть, я правильно понял? Да, да, да. Почему у нас это нет? Да Здравствуйте! 한국 서브에는 물리학 방위도 있고, 그리고 마귀 방위도 있다고 합니다. 왜 이렇게 됐습니까? 현재 러시아 쪽에 저희가 업데이트를 진행하는 것에 마법 강화력입니다. 저쪽에서 얘기하는 것은 통역하시는 우리 선생님. 마법 강화력이고요. 유저분이 질문하신 것은 마법 강화력이 적용이 왜 안되냐고 말씀하시는 건데 저희가 업데이트를 하게 되면 마법 강화력에 관련된 부족한 부분들이 적용이 된다고 말씀해주시면 될 것 같습니다. 네. 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 Поехали. Поехали. АВК. Балансы давать при помощи, когда я не знаю, что это непосредственно, но и сопротивление. Такие вещи. Если у нас не было в балансе, если у нас не было в балансе, то мы не делали в балансе. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 На обратной стороне бейджика находятся номерки, которые вы можете класть в этот лототрон. На основе ваших номерков мы будем разыгрывать чуть позже, устроим лотерею. На данный момент мы переходим к очень чудесной вещи. Это выигрывание призов подарков для вас любимых. Что входит в призы подарков? Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы разыгрываем электронные книги, медиаплееры и защиты оружия для игры. Мне сейчас хотелось бы пригласить трех девушек сюда. Трех девушек, великолепных девушек. Ну ты же не девушка. Ну что ты? Ты в зеркале себя видел. Ну ты же не девушка. Так, тем не менее присаживайтесь, пожалуйста, молодой человек, присаживайтесь. Итак, три девушки мне нужны. Поехали! Поехали! 1GA 1-5 5-6 Прыгай, прыгай на нем, не стесняйся. voll 6 5-6 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПУСАМА НА СООБЮЩЕНИЯ ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА